здравствуйте дорогие друзья меня зовут марина я рада видеть вас на своем канале друзья мои вы знаете я поняла что мне на канале не хватает какой-то рубрики где я могла бы с вами поговорить как с вязальными визави с людьми которые любят вязание любят о нем слушать рассказывать в общем у меня накапливаются иногда некоторые темы некоторые какие-то замечания какие-то заметки которые я не могу вынести в такое отдельное полноценное видео и мне хочется с вами как с теми кто увлекается процессом вязания этим делиться потому что не все это могут понять только люди которые погружены в эту тему могут как-то принять осознать что-то посоветовать или где-то поддержать и вот я подумала что нужно ввести такую рубрику по аналогии с stories в instagram там можно вот такие коротенькие истории не связанные между собой создавать и здесь тоже это называется или визуальный влог также это можно назвать как какие-то зарисовки в общем все то что я не могу вынести в отдельное видео по каким-либо причинам я хочу вот делиться вот в таких вот я за stories с вами вы знаете здесь я предполагаю что это не будет вот какая-то нумерация stories 1 2 3 нет ничего такого не будет то есть вот я накопила какое-то количество информации которые я хочу с вами поделиться и вот я сняла такое видео и выложила то есть я предполагаю что с какой-то периодичностью такие видео могут выходить но как часто я не могу вам точно сказать и что сегодня я хочу начать вот с чего начался 2020 год и как-то он у меня начался мягко говоря очень вяло вяло вообще в вязальном плане совершенно на новогодние праздники я ездил на свою родину в сибирь и я взяла совсем немного там вязание с собой то есть я взяла моток поэмы и новые спицы с собой вот такие хая хая заказала я их еще перед новым годом взяла вот такой размер 375 и леска 80 и специально заказала вот такие одиночные неразъемные для того чтобы попробовать наслышанная была пройти спицы уже давно решила попробовать вот такие неразъемные и так как номер 375 один из таких самых ходовых у меня в вязании то решила взять вот такой номер и леска 80 тоже весьма универсальная для меня я на самом деле сомневалась может быть 100 взять но все-таки решила взять поменьше и взяла моток поэмы для того чтобы как я вот и планировала связать либо шарф либо бактус и вот такая не очень обремененная пряжей поехала встречать новый год и на самом деле вы знаете я понимаю что отвлекаться нужно и отвязание и от всего но вот опыт показал что когда ты мало вяжешь потом очень трудно включиться в этот вязальный процесс как-то все это очень сильно тормозится и не набирает потом обороты во первых я и вязала там от случая к случаю никак не не нравился не узор не знала что подобрать потом решила что все таки буду вязать шарф а не бактус вот у меня разные были мысли на этот счет но все-таки решила шарф и я покажу вам его в готовых работах сейчас не буду здесь показывать вот и в общем я так знаете очень на расслабоне вязала этот шарфик про шарфик расскажу потом а вот про спицы хочу сказать вот что вы знаете первое впечатление ну во первых вот так вот они выглядят у них леска это леска именно леска леска такая зелененькая пружинищая то есть ну вот посмотрите она сохраняет форму ту которая была придана ей вот в этом чехольчике и это на самом деле немного мешает вязать потому что я уже избалована тросиком чиагу и гаммовскими кстати тросиками тоже которые вот не сохраняют вот такую форму и это честно говоря вот видите на фоне меня видно и это честно говоря очень уже как-то является таким даже раздражающим фактором хотя сами спицы вот у меня к ним никаких нареканий нет они мне очень понравились они остренькие острые гладкие скользкие и все в них очень хорошо но вот этот вот этот вот чудо завиток он мне жизни конечно немного попортил но в каком плане конечно можно и к этому приспособиться и вязать и горе не знать но так как я уже могу сравнивать мне это не нравится спицы в целом хороши не знаю можно ли оценивать спицы отдельно леску отдельно так как все-таки это единый инструмент который не разбирается ну то есть вы знаете по педибальной системе я бы поставила им 4 потому что мне понравился и кончик то есть захват петли очень точный очень хороший для меня они не колючим то есть я уже отучила себя от проталкивания вот так вот вязание и петли пальцем поэтому мне не колола все хорошо но вот леска до леска не очень и если например в наборах у них тоже такие же идут лески то я понимаю что мне такое не подойдет но собственно я и не ищу себе какие-то новые спицы и так вот немного про эти спицы также у меня есть еще одна новинка это спицы лики три с половиной и леска здесь тоже 80 лики это деревянные спицы и дерево это совсем не мое я их покупала еще в девятнадцатом году и даже не помню когда по осени у них получше тросик у них он похож на кубики от нет про но тоже как видите он с такой эффектом памяти то есть ну вот это тоже вот все выглядит вот так посмотрите видите спиралькой да у нас все это складывается и они вроде бы и острые на первый взгляд но это дерево и хотя она отполирована она не очень скользящие и для меня это стало проблемой вязать такими спицами потому что вязание на них просто застревает и у меня нет такого типа пряжи в данный момент и вообще я не предполагаю вязать что-то такое что должно быть скользкое и соответственно не скользить по этим спицам мне кажется это нужно просто любить деревянные спицы чтобы вязать вот ими но так как для меня первое очередное требование к спицам это гладкость и возможность быстро вязать то есть ну скорость она же от проталкивания петель по спице тоже зависит и поэтому для меня вот эти деревянные спицы тоже не особо подошли на самом деле кажется можно шелк вязать на этих спицах но как показал шелк хосигава я с таким натуральным материалом еще не работала вот только хосигава у меня был натуральный шелк он вообще не скользкий он вообще не скользит по спице мне по металлу то было этот шелк тяжело проталкивать а мне кажется деревом они вообще в единое целое сольются и вязание вообще в какую-то пытку превратиться и застрянет на веки вечные в общем со спицами вот с новинками у меня вот такая история случилась я поняла что в принципе мне уже ничего искать не надо то есть от добра добра они ищут у меня прекрасный чудесный набор мы чагу так как мы здесь сидим в моем рукодельном уголке моем рабочем дата у меня здесь все под рукой очень удобно кстати говоря вот у меня этот набор чагу до сих пор пользуюсь люблю уже получается наверное больше двух лет у меня он и очень очень хороший его я в принципе наверное и ни на что я не променяю и так друзья мои что я вам хотела сказать вот когда отвлеклась на эти спицы знаете вот настиг меня какой-то творческий кризис вот это вот расхлябанное вязание то есть вот такое от случая к случаю оно привело к тому что стало трудно вообще втянуться в вязание и когда я вернулась домой я с трудом довязала шарф с трудом довязала белый свой джемпер который я не успела связать к новому году и все вот вы знаете это было настолько вот как-то пересиливая себя что я уже думала что ну все я разлюбила вязать все ничего не будет больше в жизни у меня такое вязание но я решила все-таки собраться и начать и решила обратиться к пряже и каская вот она здесь стоит к ней я добавила еще вот такую бобину это кориаджи джейпур очень тонкая пряжа просто так я рассказывал уже однажды эту эпопею как мы ее перематывали но сейчас вот просто так и и вязать я не собираюсь а вот так в добавление к и каскаю мне показалось она хороша пусть ее и не видно вообще есть она там или нет но мне душу греет что я ее куда-то уже пустила и где-то использую и начала вязать на самом деле идеи в голове много изделий которые я хочу связать и много но вы знаете какая-то вот не собранность и не могу что ли решиться на какое именно изделие мне бросить свои силы вот вроде бы решила что и каской модель есть в голове нарисовала даже но тот узор который я подобрала начала вязать мне не понравился и знаете что убивает вообще творческое начало и желание вязать на корню это фраза слишком просто вот я начинаю вязать и у меня это слишком просто слишком просто для чего кому слишком просто что значит слишком просто вот это какое-то знаете как будто бы я должна перед кем-то отчитаться и даже не перед собой а вот может быть перед вами может быть еще где-то кто увидит вот это мое изделие вязаная да и подумает слишком просто ну вот вы когда-нибудь видели людей которые бы подошли к вам когда вы в своем изделии и сказали вам ой а что так слишком просто то все связала как-то ну это вообще но никто ну даже если они подумать но в глаза вам никто не скажет но вот эта фраза она засела у меня в голове слишком просто и я просто застопорилась просто застопорилась я начала вязать одно другое у меня уже три расчета разных изделий вот из этого и каская и сверху и снизу и погоном и регланом и отдельными деталями у меня на все это сделан расчет я начинала уже вязать наверно пять штук изделий вот это у меня тоже начало кстати вот скажите у вас начало вот до какого этапа считается где вы еще считаете что вы в начале а где уже как бы вот уже почти середина просто для меня вот это начало хотя здесь вывязана львиная доля вот всех технических нюансов которые обуславливают хорошую посадку по фигуре так вот для меня это начало и вот такого плана начала у меня уже вот это наверное пятая и на самом деле вот сейчас я вам вот это вот потрясу в кадре и опять буду распускать потому что я наконец-то определилась с тем что я хочу видеть и вот иногда в таких изделиях оказывается плюс фраза слишком просто и нужно вот вязать вот приходится вязать вот такие большие какие-то как образцы что ли вы знаете какие-то даже элементы большие изделия чтобы понять хорошо садиться нужен этот узор нужно так распределить просто может быть это или не просто это может быть просто но выглядит хорошо да и вот это все вот на таком на большом уже довольно этапе определяется поэтому одно дело задумка в голове и совсем другое дело когда ты уже провязал достаточно значимую часть в изделии и начинаешь вот как-то прикладывать к себе и смотреть вот как же все-таки это с тобой вяжется с твоей внешностью с твоей формой ну совсем в общем вот такая вот сложность вот такой какой-то творческий ну ступор у меня случился и вот это вот правда слишком просто она наверно вот убивает всякое творческое начало потому что ты начинаешь вести себя весьма неуверенно как мастер как человек который просто хочет даже знаете вязать ради развлечения так что вот мне очень хотелось поделиться с тем что у меня вот случаются вот такие вот какие-то мини кризисы которые мешают мне двигаться дальше но на самом деле я всегда в этом вижу какое-то позитивное зерно потому что не будь вот таких вот перевязываний многочисленных ты все-таки вот связав один раз изделие целиком который тебе не понравилось да ты потом обрекаешь это изделие на неиспользование то есть откладывать к шкафу это все мы можем все мы умеем и все мы знаем как это делается а связать что-то такое которое мы потом в дальнейшем будем носить долго и это нам будет нравиться вот это сложно и вот это вот фраза возвращаюсь опять к ней слишком просто на самом деле нет простых изделий даже слишком простом изделии по форме по наличию каких-то узоров она все равно технически может быть весьма сложным и мы оцениваем уже даже свои изделия наверное с технической точки зрения вот как какие-то такие знаете критические вязальщицы которые ну наверно понимают уже в этом что-то и поэтому мы придираемся к себе уже очень сильно и вот наверное надо вот отпустить этот момент и понимать что лучше вязать для удовольствия но те вещи которые мы сами будем носить а не то что паразит окружающих или паразиты тех людей тех вязальных каких-то соратников которые посмотрят и каким-то образом оценят либо не оценят эту вещь как-то я очень долго все это говорю я надеюсь что вы уловили в чем была суть проблемы моей да и к чему я пришла в общем пришла ты я к тому что нужно все-таки мерить и соотносить те изделия которые хочешь связать по себе по своему вкусу применять это к своей фигуре и применять те узоры которые не то что слишком просты для кого-то а уместны в этом изделии и в этой пряже и вот по поводу узоров тоже хочу сказать вот у меня пылятся пылятся вот эти книги японские узоры у меня 250 260 узоров тысяча узоров и вы знаете с японскими узорами ну вот не складывается при всем при том что я их умею вязать и они мне в целом нравится как это выглядит на картинке когда я начинаю вязать это в своих изделиях я не могу их вообще для себя потом носить что ли вообще не могу и к себе применить почему-то у меня с ними не складывается что-то мне в них не нравится либо вот такая активная заполненность полотна либо наличие ажура да здесь вот в этих книгах очень много ажуров в общем но что-то мне в них не нравится и даже себе не могу ответить что потому что я смотрю на картинку ну ладно хорошо все я вроде бы определилась начинаю вязать и я понимаю что нет вот это нет и я не буду это носить мне что-то вот не нравится хотя вроде бы знаете они такие эффектные и когда вы видите какие-то картинки в инстаграме в пинтересте еще где бы то ни было которые связаны японскими узорами взгляд на них цепляется однозначно вот вы увидите и вы все равно вот немного до задержитесь даже листая вот ленту каких-то соц сетей вот с такой картиночкой вы точно задержитесь но когда вы начинаете вот это вязать когда я начинаю это вязать вот это тут начинаются какие-то адские муки потому что мозг начинает как-то слишком утомляться что ли от такого активного узора и я понимаю что на базовую эта вещь уже точно не будет тянуть и поэтому поэтому я перестаю его вязать и так я и не выбрала ничего из японских узоров хотя из пяти вот этих начал у меня парочка там как раз была японским узором но я наконец-то определилась с узором друзья мои и вот теперь прямо вот наверное сейчас как закончу это видео распущу и начну вязать заново еще я поняла что я не очень люблю начинать вязать изделие вот сразу с резинкой то есть сразу оформлять каким-то образом горловину и потом продолжать вязать это изделие потому что мне не очень нравится как это все ведет себя на теле это все не очень жестко и структурно оно все расползается даже если вы используете здесь спицы намного меньше и при наличии даже правильных расчетов это все равно как-то сидит очень все расхлябанно по фигуре но так как здесь сама по себе вот эта пряжа она тоже очень такая мягкая и не очень держит форму я поняла что здесь нужно все таким кедлевку довязывать отдельно и придавать на горловине вот такую структурность когда особенно вяжется это все сверху вниз поэтому это тоже еще один был плюсик к тому чтобы все это переделать знаете когда говоришь про вот эти какие-то творческие свои сложности и вот эту вот борьбу которая происходит внутри меня это все как-то кажется звучит так пессимистично но на самом деле мне не хочется снимать это видео в таком пессимистическом ключе потому что ничего такого на самом деле нет это нормальный процесс процесс такой работы и но нужно иногда вот так вот помучиться чтобы получилось что-то интересное и хорошее мне кажется это так знаете еще хотела вам вот сказать по поводу пряжи я очень долго шла к такому сложному для себя решению у меня есть много пряжи которую я хочу продать потому что сделав ревизию проведя ревизию в своих запасах я посмотрела что некоторую пряжу я уже храню очень долго не один год и и я не собираюсь в ближайший год полтора к ней точно обращаться и я подумала подумала мне очень трудно давалось это решение я подумала что лучше все таки ее продать что могла отдать я уже отдала но осталась большая очень такая часть которую я считаю целесообразным продать и вот вы знаете хотела это провести вот эту вот продажу и показ этой пряжи здесь у себя на канале и вот так вот хочу спросить у вас было бы вам это интересно и как вы относитесь вот к такому вот моменту покупка с рук у блогера ну вроде бы и знакомый человек но в то же время он и чужой да могут люди сомневаться а как у тебя хранилась эта пряжа а может ты нам какую-то там некондицию отдаешь но на самом деле вот что касается своего случая я хочу сказать нет это совершенно не так храню я свою пряжу тоже хорошо это наверное даже вот такая вот знаете предисловие такое видео где я буду продавать пряжу если решусь на это все таки храню я эту пряжу все в коробках со всякими добавками против моли хотя моли и нет и все равно для подстраховки я все равно использую эти все средства от моли вот и хранила как для себя то есть понимаете да человек для себя хранит это все хорошо потому что это все как бы с нацеленностью такой на будущее да что ты вроде как из этой пряжи когда-то рано или поздно свяжешь но вот я посмотрела на определенные вот эти свои запасы и поняла что к ним я скорее всего вот не обращусь и вот хотела бы продать и вот пожалуйста напишите имеет ли смысл здесь это показывать или лучше идти в инстаграм и там через stories продавать я на самом деле очень ждать буду вашего мнения потому что для меня это очень важно у меня вот эта кучка может быть я вам даже покажу я ее выложу уже за пределы шкафа и коробок и она вот таким уже немым укором смотрит на меня и знаете сколько уже наверное недели две представляете и вот она буквально мешает мне ходить жить и таким немым укором лежит и мне кажется что пора уже прекратить вот эту прокрастинацию снять видео показать вам что у меня есть вдруг кому-то ну по такой счастливой случайности нужен будет какой-то цвет какой-то артикул а там не только бюджет там есть артикулы и от кати очень хорошие но вот честно положа руку на сердце со слезами на глазах поняла что в ближайшее время вязать не буду и поэтому я вот так решилась и думаю что эту пряжу тоже выставлю на продажу а вообще знаете это все связано с попыткой немного ну что называется расхламиться расчистить пространство вокруг себя для того чтобы не то чтобы вот добиться какого-то голого минимализма нет а может быть при уходе одного придет что-то другое а может и не придет и бог с ним это все не настолько психологично как у некоторых бывает в видео но вот какая-то такая попытка первые шаги для того чтобы знаете прийти к осознанному какому-то потреблению к осознанному контролю о своей жизни вот так да ну если вам это близко и знакомо то тоже пишите ну что дорогие друзья вот так вот обо всем что у меня накопилось я вам рассказала может быть для кого-то это видео будет не очень привычным на моем канале я понимаю может быть какие-то мои мысли мои боления внутренние связанные с вязанием у кого-то откликнуться в душе и если откликнуться то это очень хорошо потому что все мы на самом деле сюда приходим для того чтобы пообщаться на ту тему которая нас волнует если у вас есть что написать в ответ на все то что я здесь сказала то пишите я буду очень ждать и я думаю что мы скоро встретимся с вами в новом видео точнее я не думаю я точно знаю у меня скоро выйдет видео на канале по рукаву где я покажу как я делаю нестандартные убавления в рукаве мы обычно привыкли что у нас убавления идут по внутренней части рукава если мы вяжем сверху вниз а здесь вот у меня рукав прямой и там убавления в конце не совсем такие традиционные но я думаю что вам это понравится точно так же у меня будет видео по готовым работам в общем у меня еще много на самом деле планов и не снятых видео которые стоят в очереди и ждут когда я к ним приступлю поэтому мы с вами обязательно встретимся и будем думаю встречаться регулярно и дорогие друзья желаю вам всего хорошего до встречи в новых видео всего доброго до свидания как видите пряжи очень много и она совершенно разная до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...